друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых активов не забывайте подписываться на наш youtube канал также не забывайте что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал a market с торговыми идеями в котором на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента вам в помощь чтобы у вас было больше информации для принятия торговых решений сегодня поскольку у нас понедельник в 16 00 по московскому времени состоится вебинар правильный понедельник ходе которого мы рассмотрим тут тему которая наберет больше всего голосов в то голосование которое мы проведем также в telegram канале то есть очень хотим чтобы прежде всего контент соответствовал вашим запросам вам будет традиционно предложено несколько тем на выбор и так которая наберет больше всего ваши голосов станет центральным ходе моего сегодняшнего выступления ну что ж друзья прошлая неделя мы достигли очень многих целей по целому ряду финансовых инструментов это большая победа для нас а долгосрочно ориентированных трейдеров которые верили в рост индекса американской валюты и конечно же его дождались потому что другого было не дано при том фундаментальном фоне поддержки которая сложилась на финансовых рынках мы видели что индекс доллара сначала копил достаточно основания для того чтобы выйти на новые многолетние максимумы в итоге сделал это сегодня у меня есть возможность говорить об индексе доллара на отметке 110 пунктов это юбилейный психологический рубеж это наша долгосрочная цель которой мы грезили и в итоге она уже сейчас видна в наших терминалах именно в окне квотирования помню этому инструменту что делать дальше очень хороший вопрос опять же отказаться от дальнейших покупок доллара это значит засомневаться в том что он этот инструмент останется тем самым основным центральным выбором для всех участников рынка которые адекватные реально оценивают возможности текущего фундаментального фона но я считаю что мы точно относимся к категории этих трейдеров которые видят потенциал роста в этом инструменте и после даже выхода неоднозначных данных он он фарм перлс я по-прежнему уверен то что роста индекса американской валюты продолжится и дальше будут это новые уровни которые будут соответствовать уже на максимум не за двадцать лет а за более длительные периоды времени так вот друзья чтобы далеко не отходить от индекса американской валюты хочу напомнить что у нас до выхода данных по нон фарм перлс именно копился бэкграунд в виде сильного отчета см по производственному сектору который не разочаровал как вы помните значение было пятьдесят два и восемь это говорит о том что сектор цером в целом восстанавливается были комментарии представителя американского регулятора в частности голосующего члена лоретта мейстер которая подтвердила что ставка американского регулятора как мы и думали с вами концу этого года достигнут четырех процентов и собственно отчета но он фарм перлс количество новых рабочих мест триста пятнадцать тысяч это лучше чем ожидали участники рынка прогноз был 300 тысяч я принципе ориентировался на то что значение в районе 300 тысяч мы увидим это сильный показатель на который может опираться идея участников рынка того что американский регулятор точно будет последовательно дальше повышать процентную ставку в итоге сейчас мы видим это в экономическом календаре это как раз тот самый фактор поддержки который был нам необходим темпы роста зарплат в данном выражении 5 и 5 процента прирост точнее 5 и 2 это тоже хороший показатель здесь негатива искать не нужно вот единственных чему можно придраться это уровень безработицы который вырос с трех с половиной процентов до трех и семи хотя честно говоря эксперты аналитики разводят руками и не могут понять в принципе с чем был связан этот прирост потому что даже можно было сослаться на снижение доли экономического активного населения но это не так доля экономического активного населения выросла поэтому здесь нужно конечно же чуть разобраться в чем была бы причина но в целом отчет как я уже отметил был интерпретирован как обычай если вы в этом сомневаетесь друзья я рекомендую посмотреть на рыночную оценку вероятности повышения процентной ставки по данным фэдвотча так вот на текущем этапе по-прежнему участники рынка полагает что американский регулятор повысит ставку на 75 базисных пунктов и соответственно это повышение будет означать что индекс американской валюты сохранит восходящую динамику до заседания федрезерва остается всего лишь несколько недель мы получили все что хотели за последнее время чтобы убедиться в том что рука американского регулятора не дрогнет а ставка будет действительно разогнано на минимум 50 базисных пунктов но как я уже только что отметил скорее всего это решение будет повыше по данным фэдвотч вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов сейчас оценивается уже в 75 процентов против 80 которые мы видели до выхода данных по non-farm аппарат на этой неделе друзья на что стоит обратить внимание во первых завтра будет отчет айсэм сфере услуг я думаю что еще один индикатор сильного состояния неплохого состояния американской экономики будет дополнительной поддержкой для нас как для покупателей доллара и может быть заставить тех кто еще сомневаться поверить то что американский регулятор уже не свернет с пути более активного повышения процентных ставок и в среду еще состоится выступление джерома паула который непременно будет говорить про перспективы американской денежно-конечной политики на этом фоне я уверен то что у индекса доллара также будет возможность еще выше забраться со текущих значений по другим финансовым инструментом европейская валюта против доллара евро продолжает снижаться текущие котировки 0 99 13 это еще не предел опять же слабость европейской валюты она является следствием выхода последних данных по производственному сектору ключевых стран и с еврозоны статистика разочаровала как вы помните я анализировал эти данные в конце прошлой недели усиливающийся энергетический кризис сокращенной поставки газа и всего что имеет отношение к углеводородам из россии в страны европейского союза инфляция которая бьет рекорды 9 1 процент и конечно же на фоне усиливающегося энергетического кризиса индекс потребительских цен продолжит расти и дальше эта неделя для европейской валюты будет крайне важна я бы даже сказал что если раньше мы фокусировались на долларе и ждали соответствующий фундаментальный фон который влияет на доллар то на этой неделе эстафета переходит как раз к фундаментальным отчетам значимым для европейской валюты потому что на этой неделе в четверг заседание европейского центрального банка очень много говорил про то как меняются рыночные настроения на основании комментариев представителей европейского центрального банка давших понять что уместно повышение более активно повышение ставки и в рамках европейского центрального банка мы этот фон уже проанализировали видели как на прошлой неделе действительно пытались трейдеры выкупить евро на комментариях что и cb повысить ставку также как фрс на 75 байсных пунктов но посмотрите где находится евро сейчас все попытки европейской валюты в итоге ни к чему не привели евро продавали с прежней силы и сейчас евро остается на многолетних на минимумах я думаю что сам факт того что пара евро доллар сейчас открытие топчется на отметке 0.99 это повышает вероятность дальнейшего друзья о снижении валютной пары и движение к тем целям которые ранее поставили мы это минимум 98 0 98 0 97 также на этой неделе в пятницу состоится саммит европейского союза где будут обсуждать экстренные меры того как же можно минимизировать последствия вот этого энергетического кризиса который развивается но каких-то прорывных и чудотворных мер вряд ли удастся к ним удастся прийти их удастся согласовать я все-таки сторонник того что какой-то период времени мы будем говорить исключительно о мрачных перспективах европейской экономики из-за неизбежного последующего роста инфляции поэтому по евро сохраняем прежние короткие позиции доллар иена друзья если вы еще в длинных позициях рекомендую все-таки не испытывать судьбу потому что в 90-х годах именно на текущих значениях банк японии неожиданно стал проводить валют интервенции чтобы не попасть в просак лучше конечно же здесь уже фиксироваться тем более что профит у нас и так солидный американский фондовый рынок snp 3933 пункта ждем 3800 пунктов а тоже пока без изменений и что касается рынка нефти 95 с небольшим сейчас долларов за баррель по бренду сегодня 8 00 по gmt начнется заседание опек и от того какое решение фактически будет принято будет зависеть очень очень много на прошлой неделе нефть активно продавали из-за опасений относительно перспектив мирового экономического роста и эти опасения их триггером стали новые ограничения локдауна которые были введены в провинциях или даже городах миллионика китай шэньчжэнь и чэнду неожиданно кстати решение ну вроде как китай по-прежнему сторонник политики нулевой терпимости в отношении к вида но все-таки речь идет чинду вовсе больше 20 миллионов человек а город и тотальное ограничение локдауны и по сути учитывая что это еще тире и промышленный центр это серьезный тормоз для экономики китайской в целом я думаю что после последних локдаунов экономика китай вряд ли сможет показать экономический рост темп экономического роста больше чем 2 процента в этом году хотя заранее до того как к собственно мы вступили в двадцать второй год я помню прогнозы были 5 и 5 и 6 половиной процентов но в итоге реальные цифры конечно же будут совершенно другими в любом случае друзья ждем заседания опек если страна опек примут решение сократить объем нефтедобычи я думаю что это непременно поддержит собственно котировки бренд и wc мы к этому будем готовы и если это решение будет принято сегодня уже просто фактам заседания опек а то завтра уже подскажу какую-нибудь сделку по рынку нефти как и обещал на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели всем пока